алло 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 слушал вас здравствуйте меня зовут максим александрович судебный скв отдел банка тиньков по поводу людьми она поступает знаком такой человеку конечно знакома как нам не знакомы такой человек скажите а кем вы не приходите это коллега наш коллега да совершенно вот она данный она данный номер указывал как свой мобильный а все все абсолютно все корректно она ушла в экспериментальную лабораторную комнату естественно туда нельзя это стильная комната наши сотрудники раздеваются извините за подробности до нога и только комбинезон и вот специальная маска вы наверное видели фантастических боевиках такие вот и вот трубку я ее заместитель и полномочен полностью собственно говоря принимать звонки и понимаете заказы вы наш клиент и так понимаю припой у нас заказывали да у нас нет я вам из банка звоню я вам напомню еще раз давайте представлю чтобы понимали с кем разговаривать и меня зовут максим александрович судебно-исковой отдел банк тиньков и я звоню не по поводу каких-либо услуг а по поводу того что людмила его не оплачивает свой минимальный платеж банк на протяжении двух месяцев может вы как ее представитель скажете мне почему так происходит я могу предположить максим да я правильно совершенно верно я могу предположить это в связи с ее сумасшедшей занятостью мы сейчас государственный заказ делаем и там вы не представляете какое количество подопытных животных у нас уже бездально было скрыто там манифицировано и так далее и тому то и все вот государственные приехать и мы сейчас и она как старший научный сотрудник как ведущий эксперт все уже вынуждено понимаете я может быть где-то выдаю вам не совсем корректный момент не имею права но мне нам так жалко может вы как ее там содействуете когда все же дозвоните за нее она на себе стала ставить эксперименты уже потому что и жалко что ли этих кроликов мышек ничего не понимаю я она уже бедно облысела вся у нее господи смотреть сейчас на человека ум за разом заходит ходит и но раз вообще вы не представляете до какой степени на нее вот это все вот это вот дамы излучения вот это вот все воздействует не жалеет тебя не жалеет никоим образом я вас понял расскажите у вас есть возможность номер банка записать сейчас номер банка я так подозреваю это тот с которого вы сейчас звоните да мне нет это немного другой номер нужно записать номер горячей линии как так горячей линии а ну это так какие термины вы уж простите меня и не спитались в банковских вот эти горячие холодные у нас свое горячее это значит колба горячая раствор горячий холодные опыты горячие холодные вот поэтому я и спрашиваю и вы простите я готов я готов записывать 8800 ага 4 пятерки 4 пятерочки 775 775 какой красивый номер наверное дорогой ужасно да такой номер не знаю вот по этому номеру скажите Людмиле Ивановне все таки необходимо постараться Максим я вас хочу предупредить я и скажу она через 2 минуты забудет она забудет она вот это вот у нее вот это наука 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 она такой человек преданной науке ой 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 вы наверно сряды тем не менее ей надо постараться связаться потому что в противном случае не так уж чтобы сложно понимаете а что вы скажете если я ну так скажем это банк это у нее какие-то кредитные обязательства да конечно я готов в принципе мы можем она понимаете бесполезно может быть вы нам скажете да мы соберемся коллективом да ей вспомогнем так скажем потому что бесполезно она уже вот у нас сколько 2-3 месяца она сама не своя ходит вот это вот у нее книги бумаги вы наверное видели фильмы старинные где вот профессора сидят погруженные в работу то же самое вы бы на нее посмотрели ни единого волоска на голове ногти раскрошились ужасно вот это вот на уголках губ снимаете человек преданной науке это все замечательно но когда человек берет деньги и их не возвращает я думаю что я и говорю я и говорю я и говорю Максим полностью солидарен с вам давайте наверное что то как то мы может быть сами все это сделаем ну что остается ну поможем ей наверное там подъемная тем более у нас премии хорошие последнее время у нас госзаказ ну конечно госзаказ кому то хорошо а мышкам крысам кроликам ох не сладко вы можете себе представить несчастного кролика разрезанного и вот задача эксперимента чтобы он не издох в течении четырех суток и вот вот он нет я не могу себе это представить ой 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 лучше не надо представлять а мы им можем помочь потому что она вы можете по номеру который я вам предоставил позвонить уточнить как оплачивается система вы хотите нет может быть я лезу скажем так не в свое дело но я пытаюсь помочь вашему учреждению бесполезно она не будет вам звонить она не она ничего не воспринимает она за детьми ой простите ну короче говоря родственники дети она их не слышит не видит ой что с ней творится не знаю вот эти вот и кроликов жалко ужас она сама 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 мама уже не говорит хорошо запишите сумму какая у нее к оплате раз я готова помочь ну я не знаю давайте я готов записать а там уже будем смотреть будем смотреть у нее к оплате 2700 рублей ой какая мелочь вот эту сумму эту сумму необходимо платить вы тратите свое драгоценное время Максима за 2000 что же вот так это самое что будет она эти 2000 не внесет ну или там допустим хотя он сказал у нее сумма это ее минимальный платеж сумма которая должна намного больше если ближайшие 2 дня вопрос решен не будет если ближайшие 2 дня вопрос решен не будет то я так полагаю что звонки будут поступать уже из службы федеральных приставов то есть вопрос данный будет решаться не судей подождите Максим дело в том что у меня второе образование юридическое я кандидат наук на каком основании судебные приставы без решения суда будут звонить а я вам сказал что не будет решения суда а как с начала дня может это произойти если бы вы меня слышали хорошо я вам сказал в самом начале что если она не свяжется то тогда скорее всего вопрос не будет решаться в судебном порядке так подождите 2 дня это где ж это что же за телепортация такая это просто никакие сроки не укладываться вас кто-то наверное в заблуждение ввел а какие 2 дней вы говорите мне сейчас а вы только что я напомню может быть вы заработались вы сказали если в течение 2 дней она не внесет то судебные приставы будут звонить это что им делать нечего и вообще я вам сказал о том что если от нее оплата не поступает в течение 2 дней то банк скорее всего будет передавать ее дело нет вы сказали что через 2 дня будут звонить судебные приставы причем во множественном числе их там какой-то отряд судебных приставов нет я вам еще раз говорю не отряд не нужно вы не передайте хотя бы то что из банка звонили и говорит чтобы она все таки время выделила для того чтобы хорошо сумма общая просто 2 тысячи это не серьезно нет общую сумму я вам не назову к сожалению потому что если у вас есть юридическое образование вы сами прекрасно знаете что такую информацию разглашать я не могу ну я не до такой степени я не юрист я теоретик я теоретик но не практик но вы только что говорили что вы доктор наук юридических кандидат кандидат да ну это понимаете это теория теория я знаю наизусть очень многие учебники наизусть буквально в смысле но практика вот это конечно поэтому может быть вы объясните тогда Людмиле Ивановне что ей лучше все-таки вопрос банком решить так вот чем это лучше чем это лучше а если она извините за выражение как на молодежном ленге забьет забьет вот она в науке она вот мне кажется она забьет значит вопрос скорее всего будет в судебном порядке решаться но судебное решение она тоже будет забивать как вы выразите ну это договорные отношения дорогой мой это договорные отношения финансовые это просто договор как договор аренды договор найма жилья и не знаю договор без устройства можно нарушать ну нет конечно но 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 я нет я же сейчас рассуждаю я же не вступаю в конфликт но если хотите цивилизован конфликт я просто не понимаю к чему вы идете что она может не платить я хочу просто разобраться потому что вы же я вам сказал в начале разговора она мне делегировала скажем так устная доверенность слышали устная доверенность она мне сказала все прям чуть ли не под парандаш я записал телефон я передам но я должен проанализировать ситуацию всю сумму она придет скажет 150 тысяч а мы соберемся и заплатим понимаете а у нее не 150 тысяч вот если она вам скажет сумму вы ее оплатите в чем проблема еще раз говорю я не понимаю нет я должен выяснить что ей грозит может быть она забьет и это в этом ничего страшного не будет понимаете потому что насколько я знаком с договорами что будет если человек не будет оплачивать в банк вот как вы думаете ну во первых если человек делает со своей стороны шаг на предмет договора но он наверное делает это осознанно а вот скорее всего должен быть сам договор его нужно изучать есть ли у нее с банком договор ну только не говорите мне про анкеты там какие-то я это наслышался я сам не плачу несколько банков потому что у них нет договора у них одни анкеты там всякие аферты это все бред я в суде это все развенчал а у вас есть в ней договор у нее есть договор если она попросит я его еще раз повторно вышел ну договор а у нее есть второй экземпляр чтобы мы проанализировали да конечно договор да ага ну и договор полностью соответствует действующему законодательству там нет решетных санкций ненужных неправильных ну я сейчас просто рассуждать мы сейчас с вами в дебри уходим рассуждать о том что вы там смотрите на ответы и на ответы это бессмысленно сейчас она ни в коем случае не будет нарушать условия договора со своей стороны еще раз говорю она не оплачивает своей минимальной плате если она считает что у нее нет там договора и она там оформлена неправильно и она может не возвращать деньги то еще раз говорю в любом случае суд все разрешит да 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 так нет что вы выбрали данное дело это ваше право не 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 возвращать не в том что не а то что мы сейчас с вами обсуждаем еще раз говорю сейчас смысла прямого не имеет вы можете с ней как представитель либо мы оплачиваем за нее вы можете как ее представитель вместе с ней сесть да взять ее договор и звонить в банк и уже непосредственно рядом с ней вы будете задавать вопросы она узнает свою сумму вы будете принимать какое-то решение нет договориться что вы ее представители извините я не могу вам поверить нет вы не можете прервать диалог я просто думал мы с вами чуть ли не подружились Максим я хотел бы прервать диалог я с вами не собираюсь понимаете продолжать или прервать нет прервать зачем мне прервать спасибо огромное за понимание мы будем с вами рассуждать еще раз говорю о событиях забегать вперед на месяц вы сказали что вы думаете что если будет если человек перестанет платить я стал развивать мысль вы меня к сожалению перебили я поэтому совершенно дисциплинированно выслушал ваш поток я пока не нашел никакого аргумента а можно я продолжу что я думаю что будет если человек не будет выполнять условия договора договора что должно быть по закону я напомню я теоретик может быть в практике все не так алло я вас слышу да 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 что-то тут хрюкает у нас тут не очень хорошая связь цены свинцовые а вот получается что если человек не выполняет условия договора то банк должен просто подать причем не затягивая потому что затягивание это будет расценено если конечно грамотно защищаться как искусственное наращивание процентов а если я вам скажу что у нее нет процентов ну замечательно просто тело кредита и у нее нет процентов тело кредита это очень хорошо если человек не платит то кредитору вправе заявить в суд истребовать сумму долга предварительно сообщив конечно выставив окончательное так называемое требование вот и после этого в суде это совершенно основательно как знаете истинно состязательной прессы то есть выставить документы материалы я правильно понимаю мы сейчас с вами идем к тому что ее устраивает решение вопроса через суд нет ее сейчас вообще ничего не устраивает кроме распятых кроликов живущих из бюджетов я вас слышу я думаю что дальнейший диалог продолжать смысла не имеет если еще раз говорю она заинтересована как вы говорите разрезать кроликов значит как вы правильно сказали что дело дойдет до судебного разбирательства там будет принято решение да а потом будет принято решение да она будет оплачивать да через судебного пистого исполнителя комфортными платежами допустим по одной тысяче рублей в месяц да но это вам кажется что по одной тысяче я напомню вам почему кажется я вот так плачу у меня кредитных обязательств около миллиона об исполнительном производстве это возможность в самом ближайшем времени до 50 процентов а нет это если она молчать то есть она напишет суд заявления о предоставлении расстрочки исполнение решения суда ну замечательно мы останемся с вами при своем вы можете продерживаться вы можете назвать и мое вот это не мое это законодательство это не мои какие-то идеи это законодательство я вас слышал Вы при своем можете остаться, это ваше право. Но вы ошибаетесь, вы блуждаете, блуждаете в потемках, ничего не понимаете, оказывается, а звоните людям. Вот видите, как легко получилось. Подумайте, почитайте материал. Да, почитаю обязательно. Всего доброго, до свидания. До свидания.